Друзья, всем-всем доброе утро! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. И сегодня, друзья, у нас такая с вами достаточно тяжелая, а кому-то сложная тема, которая приводит к тому, чтобы вы начали в ней разбираться. Друзья, тема у нас сегодня – невыраженные отношения к концу и к матери. Это тема достаточно многих клиентов, которые обращаются в практику, когда жизнь, казалось бы, уже не сложилась, либо когда она сложилась не так, как бы хотелось. Друзья, это одна из важнейших тем, которая приводит вас к тому, что вы начинаете постепенно, постепенно разбираться с тем, что происходит в вашей жизни. И иногда это ситуация кризиса, это ситуация какого-либо стресса, которая доводит вас до состояния беспомощности, усталости, состояния тревоги и тем самым не сложившейся жизни. Что я рекомендую вам, если встречаются такие моменты, как непонимание, как себя вести, как во взрослом возрасте разрешить те самые отношения и создать условия, в которых вы будете интересной личностью, без проблем со своими родителями. Как понять, что отношения с родителями достаточно не сложившиеся? Это можно понять по вашим мыслям, по вашим отношениям, по вашему желанию свалить куда-то в другой город, в другую квартиру, в другую область. Это можно понять по неудачным отношениям в паре, либо невозможности создать семью. Это можно понять по повышенной тревожности и по невозможности реализоваться в той области, в которой вы хотели бы реализовываться. Будь то отношение с партнером, будь то отношение в паре, будь то, что доставляет вам какое-либо удовольствие. А удовольствие может вам доставлять только момент того, что вы встречаетесь с тем человеком, который вам приятен, вкусен и, повторяю, он и вам интересен. Если человек какое-то время в вашей жизни доставлял вам боль, тревогу и, дорогие мои, доставлял вам ситуацию стресса, это может быть отец, это может быть мать-анонистка, это может быть отец-террорист какой-то, маньяк. И это тоже бывает в отношениях детей-родителей. Если это было у вас, то, соответственно, вам очень сложно создать нормальные взрослые отношения, которые дают возможность вам хорошо себя, интересно себя чувствовать в жизни. Что я рекомендую делать тем людям, которые не понимают, как строить отношения с родителями? Во-первых, выбрать для себя определенную стратегию поведения. С психотерапевтом желательно. Во-вторых, отреагировать на прошлый опыт и создавать новый. Опять же таки, исходя из прошлого опыта. Вы никуда не денете свой прошлый опыт. Да, он есть, да, вот он вот такой. Может быть, он противный, может быть, он некрасивый, неяркий, может быть, он тревожный. Он может быть каким угодно, если вы не понимаете, как с этим работать и как себя возвращать в ситуацию сознания. Друзья, отношения с родителями могут быть совершенно разными. Но если вы в состоянии жертвы, такое бывает. У меня в практике очень много девушек. Вот, например, у нее три бизнеса сейчас идет параллельно. С матерью отношения, ну вот, конченные просто. По-другому я не скажу. И это отдает отпечаток на всю ее жизнь, отдает отпечаток на всю ее мечту, на всю ее тревожность. Это отдает отпечаток на ее состояние стресса. Поэтому, чтобы менялась эта история, нужно будет работать с внутренним ребенком, нужно будет работать с внутренним родителем и учиться по-новому выстраивать границы отношения и строить, 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 только-только постепенно решая вопросы жизни. Только так, друзья. Только так и никак по-другому. Отношения с родителями бывают напряженные, бывают стрессовые, бывают такие страшные даже бывают, бывают тревожные. И тем самым они вызывают у многих просто большущие проблемы в жизни, чего я вам не желаю.